Сегодня десятки опытных дайверов со всего мира прочесывали акваторию Красного моря в районе Шарм-эль-Шейха. Но никаких следов акулы-убийцы до сих пор не обнаружено. Сама она охотится куда успешней. За минувшую неделю покалечило пятерых туристов, одного из них насмерть. Купаться на курорте по-прежнему запрещено. Исключение сделано только для профессиональных аквалангистов, совершивших не менее 50 погружений. Остальных туристов бесплатно возят в безопасные районы. Отдыхающие из России хоть и рискуют плавать где нельзя. Все же начинают проявлять осторожность, в чем убедился наш спецкор в Египте Сергей Морозов. Пляжи переполнены, а в море почти никого нет. В любом случае те, кто купаются, стараются заходить не дальше 10 метров от берега, потому что акульи атаки происходили несколько дальше. И здесь дело не в полицейских предупреждениях, а в сознательности граждан. Никому не хочется на отдыхе подстричаться с акулой. Если пловцы отдаляются чуть дальше положенных метров, спасатели на берегу свисят в свисток. Но нарушителей мало. Кораллы, ради которых многие приехали сюда, теперь можно увидеть только с лодки с прозрачным дном. Сейчас на них такие очереди, каких раньше никогда не было. Всего два дня прошло после смертельного нападения акулы, а отдыхающие, кажется, уже готовы поверить, что опасность миновала и снова можно купаться. Сегодня купались? Да. Вы тоже, да? Да. Не боитесь в воду заходить? Ну, как-то так. Здесь не сильно. Здесь маленький-маленький заливчик, не боимся. А вот где рифы, там, конечно, страшно. Официальной информации немного, так что акульи истории обрастают фантастическими подробностями. Слушал, что она плавает где-то вон там вот. И слышал, что она кусала семилетнюю девочку, маленького мальчика и семидесятилетнего туриста, кажется, из Германии. А ты знаешь, чего делать с акулой, если вдруг? Может быть, в транс везти. Сегодня на побережье Шарм-эль-Шейха разрешили погружение с аквалангом для опытных ныряльчиков. Плавать с маской и трубкой по-прежнему запрещено. Сами дайверы мечтают увидеть акул. Это цель их погружения. Почему акулы предпочитают других, они объясняют так. Когда акул подкармливали с кораблей, они кружили у лодок и, вероятно, привыкли, что корм плавает на поверхности. Поэтому они испытывают любопытство, видя объект на плаву. Шарль Фармер вчера патрулировал прибрежные воды на лодке. Местные власти попросили всех местных дайверов помочь, и они откликнулись. Только поймать акулу-убийцу не удалось. Кажется, один из капитанов на другой лодке видел двухметровую акулу с белым плавником, но они ее упустили. Я не видел вчера акулу берега. Слухи о том, что у берегов Шарм-эль-Шейха появились опасные акулы, только раззадорили дайверов. Они рассказывают свои приметы об акуле с белым плавником. Мы переговорили сегодня с главой агентства, которое выпускает запрещение и разрешение для туристов погружаться в воду. И он подтвердил нам, что до сих пор остается в силе так называемая овечья теория, согласно которой акул приманили к берегу мертвые овцы, которых сбрасывали в море торговцы, везшие их на продажу. Вчера у одного из отелей мы обнаружили тушу овцы. По ней видно, что она лежит там всего несколько дней. Таким образом, наша главная теория подтверждается. После трагического провала акула убила туристов из Германии в тот же день, когда эти воды были объявлены безопасными, местные власти не спешат с прогнозами. В ближайшие дни сюда прилетают специалисты по акулам из США. И, видимо, теперь властям понадобится прикрыться их авторитетом, чтобы заявить, купаться здесь можно.